Мы рассматриваем серию видеороликов «Совершенствование проектирования железобетонных конструкций. Выявление, устранение, предупреждение ошибок», представляющих собой видеоотчет об объединенном заседании Советов по железобетонным конструкциям и по программным средствам строительства. Это третий ролик серии, представляющий первую часть моего сообщения на заседании Советов. Начнем рассмотрение с первой части моего сообщения, с анализа состояния расчетов железобетонных конструкций. Мы проводили этот анализ в двух направлениях. Первое. Брали некоторый элемент, брали несколько программных комплексов и рассчитывали этот элемент по выбранным программным комплексам, сравнивая между собой результаты. И второе направление. Брали один элемент, один программный комплекс, меняли в этом элементе некоторые параметры и смотрели, как реагируют результаты расчетов по программному комплексу на изменение параметров, соответствуют ли изменению результатов инженерным представлениям о работе конструкции и вообще здравому смыслу. Начнем со следующих четырех публикаций в интернете. Когда я буду говорить о публикациях в интернете, я буду иметь ввиду публикации на моем канале Михаил Краховский в YouTube. Зачитаю заголовки. Первое. Недопустимое расхождение в расчетах железобетонных обделок канелей по различным РВМ программам. Второе. Пособие КСП-63. Почему нельзя считать железобетонные конструкции по РВМ программам «Арбат» и «СКАД»? Третье. РВМ программа недосылок. Расчеты железобетонных конструкций противоречат нормам и грозят авариями. Четвертое. РВМ программа «Железобетон-автоматизация-1» нарушает нормы проектирования и законы механика. По этим заголовкам вы уже можете судить о состоянии расчетов железобетонных конструкций. Остановимся более подробно на первой публикации. Здесь рассказано о работе, выполненной нами совместно с научно-исследовательским центром геотехника туннелей и метрополитены и Многосибирска. Рассматривался очень простой объект – фрагмент железобетонной обделки построенного тоннеля. Фрагмент представлял собой железобетонный элемент прямоугольного поперечного сечения с симметричным армированием, работающий на одноосное внесентренное сжатие. Продольная сила и момент заданы. Арматура расположена у грани и требовалось в результате расчета определить диаметры арматурных стержней. Вначале при проектировании расчет проводился по программе РК7 – ленметрогипротранса. Было определено, что диаметры стержней должны быть равны 18 мм. Мы проверили это решение по программе ОМ-СНИП железобетон и оказалось, что при диаметре стержней 18 мм требования прочности не выполнены. Расчет проводился по методике предельных усилий. И здесь на рисунке представлена схема напряженно-деформированного состояния сечения. И по этой схеме можно легко, вручную проверить, что при армировании с стержнями диаметром 18 мм действующий момент оказывается больше момента воспринимаемого. Далее мы обратились к условиям трещиностойкости. При проектировании расчет по трещиностойкости вообще не выполнялся. Связано это было вероятно с тем, что в СП-122, тоннели железнодорожные и автодорожные, есть указания о том, что расчет проектированной конструкции можно не проводить, если существуют достаточно надежные проверенные аналоги. Так или иначе, расчет не проводился, а когда мы провели расчет по трещиностойкости, то оказалось, что диаметры стержней должны быть равны 28 мм. Ясно, что если в конструкции поставить арматуру в несколько раз меньшую, чем требуется по нормам, то возможны неприятности. Канель начали строить с обделкой, армированной стержнями 18 мм, и оказалось, что ширина раскрытия трещина значительно превышает допустимую. Обделку пришлось усилять. Я провел этот пример для того, чтобы показать, что даже в таких простых случаях, при невнимательном отношении к расчету, возможно возникновение аварийных ситуаций. К счастью, здесь обошлось без жертв и разрушений. Но бывают ситуации похуже. Достаточно вспомнить трагедии, которые случились при обрушении Бауманского рынка и аквапарка. Вернемся к рассматриваемому элементу. Работу было решено продолжить. И кроме уже упоминавшихся программ РТ-7 и ОМСНИП-железобетон, использовали для расчета элемента также и другие программы. Арбат, Лира-АРМ-13 и 15, локальные, и также программу ЭСТРИ. Расчеты проводились при различных условиях. По деформационной модели и по предельным усилиям, без учета и с учетом условий трещиностойкости, а также при проверке и подборе. Причем при проверке проводили несколько расчетов для того, чтобы определить минимальное армирование, при котором удовлетворяются требования норм. Так что проверка тоже фактически была подбором. Всего было проведено 35 расчетов. Результаты расчетов представлены в этой таблице, и в каждом из расчетов определялись диаметры арматурных стержней. Рассмотрим, какие получены диаметры. Разброс оказался очень большим. Максимальный диаметр равен 32 мм, минимальный диаметр равен 14 мм. То есть отношение площадей течения арматуры составляет 5,2. Это неправдоподобно большая разница. Но еще большее удивление вызывает сравнение расчетов при проверке и подборе. Ни в одном случае, кроме программы МСИП-железобетон, результаты проверки не совпадали с результатами подбора. Например, вот в полире 13 мм при подборе полученный диаметр 25 мм, при проверке 14 мм отношение площадей течения арматуры составляет 3,2. А вот, например, что получено при программе Арбат. Я называю диаметры при проверке и подборе при различных условиях. 18-16, 28-32, 20-18, 25-28. Что это означает? Это означает то, что мы можем подобрать армирование, потом проверить его, и оно не проходит. И пользователь не знает, какому результату верить. Программа оказывается внутренне противоречивыми. Получаются два результата, а какой принять неизвестно. Кроме того, оба эти результата могут оказаться неправильными. Например, в Арбате получены диаметры 16 и 18 мм при проверке и подборе, а правильный диаметр равен 20 мм. Ну, это просто удивительный, неправдоподобный результат, который невозможно поверить. Но, тем не менее, это факт. Перейдем ко второй публикации. Здесь рассматривался расчет конструкций по программе Арбат. Рассматривалось несколько конструкций, но я остановлюсь на одной из них. Это расчет железобетонной колонны двутаврового поперечного сечения с симметричным армированием. Колонна работает на косой внецентрной сжатии. Высота колонны равна 16,2 м. Арматура расположена так, как показано здесь на рисунке. Армирование выполняется с 14 стержнями по 7 в каждой полке. Требуется определить диаметр стержней. При анализе сразу же выяснилось, что провести расчет в Арбат на косой внецентрное сжатие невозможно. И об этом прямо написано в стратке в программе. Подбор арматуры в соответствии со СНИК 2.03.01.84 с звездочкой выполняется только по первому предельному состоянию для следующего набора силовых факторов. И перечислю набор силовых факторов, из которых нам для расчета на косой внецентрное сжатие нужны прогольная сила и два изгибающих момента. Читаем далее. А выполняется расчет на одноосное внецентрное сжатие. А в исходных данных вводится прогольная сила и два изгибающих момента. То есть как бы расчет выполняется на косой внецентрное сжатие. На самом же деле мы это проверили. Расчет выполняется два раза на одноосное внецентрное сжатие. И это грубейшая ошибка. Получить правильный результат в таком случае невозможно. Казалось бы, при таких условиях арматура должна получиться меньше, чем требуется по нормам. Поскольку даже из формулса промата ясно, что напряжение от одного момента меньше, чем напряжение от двух моментов. Тем не менее, арматура получилась больше и значительно больше на 60% чем требуется по нормам. И арматура получилась настолько больше, что она просто физически не размещается в сечении. Были обнаружены также и многочисленные другие ошибки. Основной из которых является невыполнение условий равновесия. Об этих ошибках я буду говорить более подробно ниже. Сейчас я хочу остановиться на том, как неправильно реагирует программа на изменение исходных данных. В рассматриваемой нами колонне высота была равна 16,2 метра. При этой высоте было подобрано армирование. Затем высота колонны была уменьшена в 162 раза и принята равной 100 миллиметрам. И вновь было подобрано армирование. Казалось бы, по здравому смыслу и из инженерных соображений арматура должна либо уменьшиться, либо уж по крайней мере не увеличиться. Тем не менее, арматура увеличилась существенно на 14,2% и увеличилась из условий трещиностойкости. Хотя высота колонны согласно нормам никакого влияния на условия трещиностойкости не оказывает. Это говорит о том, как неправильно реагирует программа АРБАТ на изменение исходных данных. В третьей публикации рассматривается программа НЕДОСЫВЫ, используемая для расчета железобетонных мостов. В этой программе мы обнаружили помимо других ошибок, также и ошибку, о которой мы только что говорили при рассмотрении железобетонной бутавровой колонны. Расчет на косое внецентрное сжатие не выполняется, а выполняются два расчета на одноосное внецентрное сжатие в каждом из направлений. Но при этом арматуры действительно получаются намного меньше, чем требуется по нормам и возможно возникновение аварийных ситуаций. В четвертой публикации рассмотрена ЭВМ-программа железобетон автоматизации 1. Это учебная программа, предназначенная для студентов и молодых инженеров. В этой программе рассматривают довольно простые железобетонные элементы. Это изгибаемые элементы с арматурой, сосредоточенной уграми. И тем не менее, оказывается, что уравнение равновесия в расчетах не выполнено и вообще ни одному результату верить нельзя. Кроме того, автор программы Сергей Александрович Макеев минимизирует количество арматуры, получаемое про норму. Причем в некоторых случаях это количество арматуры по норму является минимальным. И об этом прямо написано в нормах. И минимизация минимального количества арматуры это нечто такое, что уже выходит до границ всяких комментариев. Конечно, такая программа, используемая для обучения, может нанести большой вред. Естественно, возникает вопрос. Почему нужно верить всему тому, о чем я здесь говорю? Ведь речь в конце концов ведет о программах, многие из которых широко используют при проектировании. И не может быть, чтобы все было так плохо. Нет ли здесь какого-либо изъяна в рассуждениях за какой-нибудь крупной ошибкой? В ответ на этот вопрос у меня есть три соображения. Первое. Все полученные результаты легко доступны и воспроизводимы. Для того, чтобы произвести их и проверить, достаточно просто взять программу, подставить в нее исходные данные, получить результат и сравнить его с обсуждаемым. А в некоторых случаях даже и этого делать не надо. Я сейчас покажу отрывок из своего видеоролика, размещенного в интернете. Этот видеоролик рассматривает расчет глутавровой железобетонной колонны, о которой мы только что говорили. Сейчас я покажу отрывок из этого видеоролика, а потом его прокомментирую. Просчитаем тот же пример по программе Арбат. Перед нами диалоговое окно программы, пункт в меню подбора арматуры в колонне. Здесь все данные уже заполнены, я просто покажу, какие данные введены. То есть высота колонны 16,2 метра, введены коэффициенты расчетной длины, случайные эксцентриситеты, расчет по трещиностойкости выполняется всегда, конструкция статически определима, класс продвольной арматуры А500, поперечной арматуры А240. Коэффициент надежности по ответственности единица, число участков армирования равно единице. Здесь введены геометрические размеры сечения колонны. Каким образом мы видим, как и какие исходные данные введены? Как выполняется расчет? Как получают результаты? И как они интерпретируют? Здесь все представлено пошагово, и внимательный пользователь и читатель может проследить каждый шаг и убедиться в том, что никаких ошибок здесь нет. Второе изображение. Полученные результаты широко опубликованы в интернете и специализированных журналах. Они известны научной и инженерной общественности. Число просмотров в интернете очень велико. Например, тот видеоролик, отрывок из которого я только что показывал, просмотрели более 13 тысяч человек. И, наконец, третье соображение, возможно, наиболее важное. Авторы программ также хорошо знакомы с результатами. Во-первых, они могли ознакомиться с ними по публикациям. Во-вторых, я неоднократно выступал на различных семинарах, конференциях, совещаниях и в присутствии авторов рассказывал об этих результатах. С некоторыми авторами я встречался лично. Я писал им письма, и мы обменивались корреспонденцией. Я много раз предлагал обсудить получаемые результаты, но отклика не нашел. Авторы все предложения отклоняли. В журнале «Бетон и железобетон номер один» за 2016 год мы с автором Гевордом Харяном опубликовали статью, в которой рассказывали о полученных результатах сравнения расчетов. Были сделаны следующие выводы. Программы «Арбат» или «Расапр» являются внутренне противоречивыми и не дают надежных результатов. Из рассмотренных программ для использования рекомендуется ОМ-СНИП «Гелезобетон». Казалось, чего бы больше. Авторам программ говорят, что их продукт не годится для практического использования. Приводятся какие-то аргументы. Статья опубликована под рубрикой «В порядке обсуждения». Пожалуйста, можно эту статью обсудить. И если у авторов есть какие-то возражения против выдвинутых аргументов, то они могут их высказать. Однако ничего этого не произошло. Авторы предпочли сохранить молчание. Из этого можно сделать единственный логический вывод, состоящий в том, что возразить авторам нечего, и все результаты, о которых я говорю, являются правильными. Продолжение следует... Если они пропущены, то это может привести к недостаточному армированию и, соответственно, к аварийным ситуациям. До недавнего времени в программе Лира и Скат выбор наиболее опасных сочетаний усилий выполняли следующим образом. Из расчета методом конечных элементов получали значение усилий. Из этих усилий по формуам сопротивления материалов определяли напряжение, и наиболее опасными считали те сочетания усилий, в которых эти напряжения принимали экстремальное, минимальное или максимальное значение. Причем эти наиболее опасные сочетания усилий были одинаковыми и для прочности, и для трещиностойкости, и для нормальных сечений, и для наклонных сечений, в общем, для всех расчетов. И это, конечно, неправильно, потому что когда мы считаем железобетон и считаем нормальные сечения, то это действительно сечение. И когда мы считаем наклонные сечения и деформации, то это уже не сечение, а элементы. И много есть всяких других соображений. Об этом я писал в статье в журнале «Бетон и железобетон» еще в 2006 году. Несколько лет мы обсуждали этот вопрос с авторами SCADA. Они возражали против моих аргументов, но в конце концов должны были с ними согласиться, и некоторое время у них в программе было две методики выбора наиболее опасных сочетаний усилий, которые они называли старой и новой. Потом они старую методику убрали и оставили только новую. Насколько я знаю, в Лире все осталось по-прежнему, но просто я уже больше этим вопросом не занимался. Вторая ошибка – это неправильный учет длительности действия нагрузок при расчете индицентренно сжатых элементов. В интерфейсе Лиры вообще нет места, где вводятся компоненты по длительно действующей части нагрузки. В программе ARBAT такое место есть, однако длительно действующая часть нагрузки учитывается умножением всех компонентов усилий на один и тот же коэффициент. Хотя совершенно ясно, что эти коэффициенты должны быть разными. Например, если мы имеем внецентренно сжатый элемент, то на один и тот же коэффициент меньше единицы умножается и продольная сила, и сгибающий момент. Хотя, конечно, эти коэффициенты, еще раз повторюсь, должны быть разными. По-моему, это настолько ясно, что более подробно на этом вопросе останавливаться не стоит. И третья ошибка, с моей точки зрения наиболее серьезная, заключается в использовании распределенной арматуры вместо дискретной. Об этом я писал в своей статье в журнале «Бетон и железобетон» еще в 2007 году. Сейчас я поясню более подробно, что имеется в виду. Здесь на рисунке представлена расчетная схема железобетонного элемента, принятая в СП-63. В расчетах должны выполняться три уравнения равновесия, в которые каждый арматурный стержень учитывается со своей площадью поперечного сечения, со своими напряжениями и со своим положением в бетонном сечении. А вот как учитывается арматура, например, в программе «Арбат». Здесь нет дискретных стержней. Здесь есть распределенная вдоль грани сечения арматура. И ввести в уравнение равновесия отдельные стержни не представляется возможным, просто потому что этих стержней нет. А если эти стержни не вводятся в уравнение равновесия, то, естественно, эти уравнения равновесия в расчетах не используются. А если они не используются в расчетах, это значит, что они не выполняются. А если они не выполняются, то это значит, что нарушается основной закон механики и никаким результатам верить нельзя. Все результаты оказываются неправильными. И для того, чтобы это показать, я сейчас приведу еще один пример. В качестве примера рассмотрим уже обсуждавшуюся колонну гутаврового поперечного сечения высотой 16,2 метра. На этот раз колонна рассчитывалась по программе Лира Сапр, 13, и расчеты проводил сотрудник НИЗБА Владимир Павлович Блажко. Напомню, что колонна армирована 14 стержнями, расположенными в полках, по 7 в каждой полке, работает на косое внецентрное сжатие и требуется определить диаметр стержней. Правильное решение задачи заключается в том, что диаметр каждого стержня должен быть равен 40 мм. Это решение получено по двум программам, в которых использовалось дискретное расположение арматуры. Это программы ОМ-СНИПЖИЛИЗАБЕТОН и СТАТИКА. Общая площадь сечения арматуры составляла 176 квадратных сантиметров. В начале при расчете по программе Лира было использовано расположение арматуры, предлагающейся программой по умолчанию. Арматура расположена вдоль верхней и нижней грани полок, а также вдоль вертикальной грани стенки. В результате расчета общая площадь сечения арматуры оказалась равной 184 квадратных сантиметров, то есть несколько больше, чем в правильном решении. Если расставить стержни, то оказывается, что нужно поставить по 4 стержня диаметром 40 мм вдоль нижней и верхней грани полок, а также 4 стержня диаметром по 40 мм вдоль вертикальной грани стенки. Если же проверить это решение по программе М-снижевый дебетон, то оказывается, что условия прочности не выполнены. И совершенно понятно, почему они не выполнены, хотя площадь сечения арматуры 201 квадратных сантиметров примерно на 15% больше, чем при правильном решении. Условия прочности не выполнены из-за нерационального размещения арматуры. Половина всей арматуры размещена в стенке. И, конечно, здесь эта арматура работает весьма неэффективно из-за малого плеча внутренней пары сил. Тогда была использована еще одна опция, предлагаемая программой Лира. Можно было поставить 4 стержня в углах сечения, а также учесть распределенную арматуру вдоль вертикальной грани стенки. В этом случае общая площадь сечения арматуры оказалась равной 407 квадратным сантиметрам, то есть более чем в два раза превышала площадь арматуры при правильном решении. И эта арматура просто физически не размещалась в сечении. Здесь вдоль вертикальной грани стенки необходимо разместить арматуру площадью сечения примерно 76 квадратных сантиметров. Это 6 диаметров короб. Если даже эти стержни расположить вплотную друг к другу, они займут расстояние равное 240 см, 240 мм, а здесь толщина полки равна 215 мм. То есть арматура просто не размещается. И, наконец, последнее решение. Поскольку здесь арматура не размещалась, часть арматуры переместили в стенку. Ну и решение оказалось вполне ожидаемым. Площадь сечения арматуры возросла по сравнению с правильным решением более чем в три раза. Здесь необходимо поставить по крайней мере 42 стержня диаметром 40. И, конечно, они в этом сечении не размещаются. Теперь мы можем оценить результаты расчета колонны по программе Лира САП. 1. Задача оказалась нерешенной. Диаметры стержней при расстановке, предложенной пользователем, не определены. 2. Вместо расстановки пользователя программа предлагает собственную, весьма нерациональную расстановку стержней. 3. Из трех полученных решений ни одно не может быть использовано на практике. В первом решении не выполнялись условия прочности, в двух других решениях арматура просто не помещалась в течение. 4. Решение получено таким же, как по программе Арбат. И это говорит об очень многом. Расчеты одной и той же конструкции провели два инженера в разное время по двум программам и получили одни и те же результаты. Это говорит, во-первых, о том, что ошибка эта не единичная, а носит системный характер. И, во-вторых, о том, что этот результат является правильным. 5. Описанная ошибка характерна для многих программ, использующих распределенную арматуру вместо дискретной. Это Арбат, Скат, Лиросапр, Лирософт, Эстри, Сатистика, Робот и другие программы. Теперь становятся ясными причины расхождения результатов, которые мы получили при сравнении расчетов. Эти причины заключаются в следующем. В СП-63 существуют четкие критерии оценки правильности результата. Если мы подставляем результаты в уравнение равновесия, и эти уравнения выполняются, значит расчет выполнен правильно. Не выполняются – расчет выполнен неправильно. В программных комплексах такого критерия не существует. Каждый автор должен сам придумать критерии правильности. Критерии оказываются разными, авторы разные, методы расчета разные, и таким образом результаты тоже оказываются разными. При распределенной арматуре одинаковые результаты по различным программным комплексам получить невозможно. И что еще очень важно, это то, что обнаружить ошибку можно без расчета, просто по расположению арматуры. Если мы видим расположение арматуры непрерывное вместо дискретного, это значит, что правильных результатов по этой программе получить нельзя. Теперь мы можем оценить результаты анализа расчетов железобетонных конструкций. Состояние расчета является явно неблагополучным. Получен большой разброс результатов. В нашем случае результаты расчета одного и того же объекта по различным программам отличались более чем в 5 раз. Это означает, что мы проектируем либо с большим запасом, либо с очень большой вероятностью возникновения аварийных ситуаций. Кроме того, результаты оказались противоречивыми. По одной и той же программе результаты проверки и подбора не совпадают, и неизвестно, какому результату можно верить. Мы показали, что в некоторых случаях оба результата являются неправильными. Во многих случаях не выполняются условия равновесия, то есть нарушается основной закон механики. И в этом случае результаты также не могут быть получены правильными. Обнаружены многочисленные ошибки. Это использование недискретной расстреленной арматуры, что собственно и является причиной невыполнения условий равновесия. Выполняется расчет не на косое, а на одноосное внецентрное сжатие в двух направлениях. Неправильно учитывается длительность нагрузки при расчете внецентрно сжатых железобетонных элементов. Неправильно выбираются наиболее опасные сочетания усилий. Возникает вопрос, как избавиться от этих ошибок и добиться полного соответствия результата нормам проектирования. На этот вопрос я постараюсь ответить ниже. Продолжение следует...